Я спросил у Яндекса, где моя любимая. Здравствуйте! Я занимаюсь ремонтом принтеров и копиров и знаю о них практически все. В этом видео я помогу вам выбрать МФУ для дома. Что такое МФУ? МФУ это многофункциональное устройство. Принтер, копир и сканер. Очень удобная в хозяйстве вещь. Для себя я выбрал три ресурса, наиболее оптимальные, на мой взгляд. Давайте посмотрим, что же нам предлагают магазины. Сразу же первая модель практически у всех это Киосера. Киосера ФС-1020. Скажу сразу, эта модель мне не нравится. Почему? Слишком уж производители перемудрили с подачей тонера. Если в картридж заправить плохой порошок, некачественный тонер, картридж клинит, в аппарате ломаются шестерни. Ремонт дорогостоящий бывает такое частенько. Поэтому на этой модели останавливаться долго не будем. Нет. Следующее. Брайзер. Бюджетная модель. Но для дома, наверное, пойдет. Кому очень много печатать не нужно. Принтер, копирка, сканер. Все, что нужно. Поставляется... Единственный такой вот аппарат. Поставляются вместе уже со шнурком. То есть ничего не отстегивается, ничего не втыкается. Он уже туда вон пришитый шнурочек. Поломок особых у него нет. Если только пользователи сами что-нибудь не сломают. Картридж заправляется легко. Система раздельной печати. Картридж. Тонер-картридж отдельно. Барабанная часть отдельно. Как обещают нам производители, ресурс тонер-картриджа тысячу страниц. Одно большое условие. Тысяча страниц это при пятипроцентном заполнении листа. Что такое пятипроцентное заполнение? Я вот тут подготовил файлик. Вот он. Пятипроцентный листочек. Если вот таких листов вы... Если вы будете печатать вот такие листы, картриджа вам хватит на тысячу страниц. Но все печатают рефераты, где заполнение побольше. Плюс фотографии, плюс пятое-десятое. Соответственно он даст не тысячу. Ну, страниц 500-600 если даст, то уже хорошо. В принципе аппарат неплохой для дома. Если печатать много не нужно, пойдет. Берем. Следующие два красавца. Панасоник. Да, ребята, тут сочувствую я, у кого эти панасоники есть. Очень они капризные к заправке. Аппараты, может быть, и не ломаются особо. Но очень капризные. И серый фон. И грязно печатают. А после четырех-пяти заправок нужно покупать новый драм-картридж. А драм-картридж стоит бешеных денег тысяч пять-шесть-семь на сегодняшний день. Поэтому на них мы поставим крестик. Сочувствую, у кого они есть. Самсунг 2070. Неплохая машинка. Симпатичные дизайнеры. Поработали. Вот анфас и анпрофиль. Особых поломок, болячек у него тоже нет. Сейчас посмотрим, что по картриджу. 111-й картридж. Самсунг. Производители обещают тоже... Тысячу страниц. Пятипроцентных. Вот таких. Тысячу. Ну, не даст он тысячу. Это понятно. Ну, заправляется без проблем. Единственный минус. Каждые три, примерно, заправки нужно менять фотобарабан. Фотобарабан стоит порядка тысячи с копейками рублей. Для дома пойдет. С факсом. Факс нам дома ни к чему. Киосера. Следующее. Это та же самая Киосера первая. Но она идет с автоподатчиком. Что такое автоподатчик? Автоподатчик. Это вот это вот сверху. Вот это вот устройство. Удобная вещь. Можно положить сколько? 10, 20, 30 листов вам надо откопировать. Кладем сюда. Нажимаем кнопку старт. И он их всех копирует. Не буду на нем опять долго останавливаться. Потому что это та же самая Киосера, как в первом случае. Ломаются шестерни при неисправном картридже. Дальше. Бразер. Еще один бразер. Но уже буковка W в названии нам говорит, что это Wi-Fi. Ребята, кому надоел старый добрый USB, можно работать по Wi-Fi. Здесь все то же самое, как в первом варианте с бразером. Вот он, красавец. Картридж тот же, рассчитан на тысячу страниц. Заправляется без проблем. Да, я не сказал про раздельные части. Барабанная часть и тонерная часть. Барабана хватает, как говорит нам производитель. Вот он, барабан. DR-1075. А производитель нам обещает ресурс аж в 10 тысяч страниц. Но по факту обычно 1020 они проходят. В принципе, если нужен Wi-Fi, можно брать его. Сколько у нас переплата за Wi-Fi? Извиняюсь. Так, 8460. Да что ж такое? И 7220. Грубо говоря, полторы тысячи за Wi-Fi мы переплачиваем. HP. HP. Машинки, конечно, неплохие. Но вот в последнее время мне они стали меньше нравиться. Потому что что-то производители мудрят с электроникой. Частенько летит электроника. И частенько летит, я имею ввиду, ломается узел сканирования. Сканирование и копирование. То ли шлейфы они там перетираются и экономят на шлейфах. То ли еще что. Но в последнее время по железу как-то о ним не особо. Еще один Panasonic. Что ж вы их не берите, Panasonic. Дуплекс. Брайзер. Нормальный аппарат. Буковка D в названии нам говорит, что есть дуплекс. Дуплекс это двусторонняя печать. То есть в лоточек листы обратно правильной стороной, неправильной стороной класть не нужно. Достаточно в драйвере указать, что у вас двусторонняя печать. И аппарат сам внутри их будет переворачивать. Болячик нет. Машинка рабочая. Рабочая лошадка. Ресурс картриджа. Аж чуть ли не 2500 страниц. Ого-го. Серьезная заявочка. ТН-2375. 2600 страниц. Вот таких он может распечатать. Ну. Серьезная заявочка. Может быть это покупной картридж? Я думаю, что на стартовом картридже все-таки ресурс поменьше. Но модель симпатичная. Мне нравится. Кэнон. Канончиков у нас еще не было. Посмотрим. По ремонту особых болячек у него нет. Работает. Нормально. Картридж заправляется без проблем. Цена заправки примерно рублей 300. Зависит от региона. Я везде выбрал Москву. По умолчанию. Вот такой вот он красавец. Один момент. Каждые три заправки нужно менять. Фото барабан в картридже. Что еще? Такой же Кэнон. Разница, наверное, в количестве страниц в минуту. 23 и 18. Самсунг. Опять-таки, такой же Самсунг, который был немного ранее 2070. Но уже прикрутили сюда Wi-Fi. Очередной бразер. Тоже с Wi-Fi. Ну, кому удобно, можно брать. Да, здесь еще и автоподачки есть. Ребята, слушайте, ну это отличная вещь. Автоподачек, куда можно загружать кучу бумаги, нажать одну кнопочку, он вам сам все сделает. Плюс Wi-Fi. И тот же картридж на тысячу страниц. Который легко поддается заправке. Но, после заправки каждый раз нужно сбрасывать счетчик тонера ручками. Как это делать? Ищите на просторах интернета или на моем канале. Я думаю, дальше мы не пойдем, потому что дальше уже зачервонец. А тут и модельки есть. Итак, пожалуйста, Самсунг бразер с Wi-Fi. С автоподатчиком. С двусторонней печатью. Кому это интересно. Ну и самая бюджетная модель. Маленький бразер 15-12. Это нам предлагает один ресурс. Что на других ресурсах? Для чистоты эксперимента. У нас же не реклама. Мы же не рекламируем. Мы делаем правильный выбор. Опять-таки тот же бразер. По ценникам можете сравнить сами. Самсунг 2070. Кэнон. Ну, машинки хорошие. Те же самые. Wi-Fi. HP. Глючный HP. С его электроникой. И слабеньким сканером. На другом ресурсе. Panasonic. Не берите его. Ребята, я вам уже про него рассказал. Заправка ужасная. Вы замучаетесь с ним. Бразер. Да. Самсунг 2070. Да. Кэнон. Да. Факс дома нам не нужен. Wi-Fi. Wi-Fi. Ну и дальше мы тоже не пойдем. Что ж. Ставим лайки. Подписываемся на канал. Пока-пока.